Юрий Владимирович Ведов. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Слышно нас? Да, отлично. Добрый день. Мы с вами хотим поговорить о двух вещах. Сначала о кандидатах в президенты в США, как с врачом, как с специалистом, а потом для наших читателей хотим поговорить о том, как сохранить свое долголетие, ну и самое главное, здоровье в преклонные года. Давайте сначала о американцах. Там действительно на пост главного человека, сверхдержавы претендуют люди, которые глубоко в возрасте, за 70. Вот насколько нагрузка, с которой сталкивается президент, сказывается на здоровье таких людей? Есть ли какие-то признаки расстройств, которые можно увидеть даже простому телезрителю? Ну обычно, те люди, которые отвечают за видео, они, конечно, убирают те видео, где президент может выглядеть неудобно. Вот я вчера перед тем, как на эту тему говорить, я посмотрел про Дональда Трампа. Да, он есть моменты, когда он подносит бутылочку левой рукой, помогает. Ну я просто как врач уже со стажем медицины занимаюсь уже 40 лет. И вот у меня ощущение, что там проблема никак не мозга, никак не сосудов, там проблема седьмого шейного и второго, третьего грудных позвонков. Видимо, небольшое смещение, а не менее правой руки, как бы это не страшная проблема. Но сразу на эту тему начали очень много писать, что он болен или там инсульт. У него нет инсульта. А вот Джо Байден забыл имя Обамы, своего начальника, с которым 8 лет проработал. Вот это что такое? Байдена тоже посмотрел видео. Я считаю, что он в состоянии, может быть, немножко похуже, чем Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп, я считаю, что с его нагрузкой президента, он в замечательной форме. Ему, по-моему, сейчас 74-75 лет. У него видно на видео, что чуть-чуть иногда повышается давление, у него чуть печень, немножко пищеварения. Но он, с моей точки зрения, его здоровье примерно на 45-50 лет, ну, среднего мужчины, допустим, нашей страны. У Байдена, у него немножко пониженное давление, питание мозга и сосудов немножко ниже, но он абсолютно адекватный. Но с годами понятно, что память, она в любом случае немножко ухудшается. Скорость нейронных передач, я думаю, немножко тоже снижена. Но вот такой деменции, чтобы она бросалась в глаза, я считаю, нет. А, Юрий Владимирович, что должно произойти с Байденом, чтобы вот, ну, можно было сказать, все, вот пошла деменция? Ведь это же медленно развивается, но обратной дороги, насколько я понимаю, нет. Если мы увидим деменцию Байдена, значит, можно будет сказать, что он обречен, верно? И что мы должны увидеть? Если деменция будет, ну, во-первых, деменция, огромное количество причин, по которым возникает деменция, но одна из них это Альцгеймера, это может быть, допустим, дипертонические кризы, когда часть ткани мозга просто отмирает, и понятно, что отмирает именно скорость передачи нервных импульсов. Память снижается, ну, обычно, вот я посмотрел видео, он говорит абсолютно адекватно. Понятно, что политик на таком уровне и в 78-79 лет, он, в принципе, адекватен. Обычно с деменцией, ну, как, допустим, при Альцгеймера, первое страдает, конечно, память. У них такая появляется немножко блаженная улыбка, немножко неадекватность в беседе с собеседником. Ну, в первую очередь страдает, конечно, память. Ну, то есть, вот Байден недавно с блаженной улыбкой сообщил, что в течение 72-х часов уничтожит китайский флот военный, если, значит, понадобится. Вот это признак деменции, это что вообще? Или это, ну, такая разминка, или это вообще не следует относить, да, к каким-то там заболеваниям? Это просто политик, популист так выступает? Я в политике плохо разбираюсь. Я считаю, что это какой-то политический вход. С моей точки зрения, вот такой явной деменции, явной деменции не видно. Хорошо, и такой вот вопрос. Противники Байдена интенсивно распространяют подборку фото и видео, где он разным образом касается девочек, на публичных мероприятиях обнимает их, ну, прямо скажем, ведет себя не очень корректно. Это может свидетельствовать о его заболевании? Или это тоже, ну, что называется, ну, да, бывает? Это не единичный случай, там некоторые подборки достигают 15-20 эпизодов, все разные. Как вы думаете, вот такое внимание к девочкам маленьким, это есть какой-то признак нарушения психики или нет? Я бы даже больше сказал, что это немножко духовная проблема, потому что с годами понятно, что многие мужчины, они, уровень жизненной энергии снижается, хотя, с моей точки зрения, у него здоровье неплохое, но если человек наверху политики десятилетиями, где-то может есть и дозволенность, и это может быть духовная проблема, что, ну, просто пожилой мужчина, он может нуждаться в женской энергии, это, я думаю, больше духовная проблема. Давайте поговорим... Хотя, да, 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 что духовность, она, конечно, связана с психическим состоянием, и с интеллектуальным, конечно. Да, давайте поговорим, как россиянам быть в за 70 в таком же прекрасном состоянии, как Дональд Трамп. Вот какие-нибудь советы дайте нашим зрителям, читателям. Кроме того, что надо иметь несколько миллиардов долларов, конечно. Да, здесь, я думаю, конечно, у Дональда Трампа целая команда, которая занимается здоровьем. У него, я бы сказал, ну, несмотря на небольшое, такое повышенное давление, у него сосуды в прекрасном состоянии, потому что на первом месте, особенно в Америке, там стоят, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, и после 60, уже 20% с психическими такими, может, где-то с деменцией или с нарушениями мозговыми, после 70% увеличивается. Я считаю, что он активен, он сильный, он такой творческий, вот не скажем, как врачу, я считаю, в хорошем состоянии. Чтобы такое состояние поддерживать, конечно, или человек должен вкладывать силы в свое здоровье, или у него должны быть специалисты, которые этим занимаются. Но здесь, скажем, в возрасте после 7, если человек будет уделять себе минимум 2 часа в день здоровью, и если будут очень неплохие профессионалы, которые знают, ну, не просто, скажем, наша обычная больница, средние врачи консультируют, конечно, после 70 сложно быть в хорошей форме. То есть здесь нужно внимание специалистов, и должна быть генетическая предрасположенность. И если мы берем, допустим, ну, к примеру, нашего политика, то мы должны посмотреть последние 25 лет, какие проблемы у него были, какие хронические заболевания. Ну, допустим, если мы перспективно смотрим нашего политика, есть ли у него гипертония, потому что гипертония – это всегда предпосылка инсульта, инфаркта. Есть ли у него сахарный диабет, потому что при сахарном диабете, кружки сахара, они влияют в первую очередь на мелкие сосуды. И страдает мозговая деятельность, страдают почки. Почти – это вот один из таких очень важных иммунных органов, как говорит китайская медицина. Следующее заболевание – это атеросклероз. Если у человека, допустим, последние 20 лет идет тенденция к сужению сосудов, значит, этот человек после 70… Ну, то есть, нужно очень уже хорошее знание, чтобы от этой проблемы справиться. Вот если этих проблем, допустим, нет, не было там онкологии, тогда 70 лет при хорошем знании, при хорошем знании, как продлить жизнь, можно человека уменьшить, скажем, шансы на инсульты, инфаркты или на какие-то кризы. Ну, то есть, можно за полгода это сделать. Но нужны хорошие знания, да. Юрий Владимирович, довольно часто слышал мнение от специалистов. Ну, у меня и пример есть. Мой дедушка, который 80 лет работает на скорой помощи, до сих пор врачом. Он говорит, что пока работаешь, никакая деменция не страшна и вообще держишься в форме. Как только работу прекращаешь, наступает такая вот расслабленность, люди перестают работать мозгом в том числе. И это один из шагов, который ведет к деменции. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Это я, например, веду к тому, что продлили пенсионный возраст и некоторые специалисты говорят, что это позитивно скажется на здоровье людей, которые продолжат работать и таким образом не будут лежать на диване, условно пить пиво, смотреть телевизор и тем самым погружаться в какую-то маргинальную историю, успеваться, угасать. Вот что вы ответите и моему дедушке, и мне? Вот верно ли мы рассуждаем? Как вы думаете? Если убрать политику и наш низкий уровень, у нас вот сейчас приехал из Сибири уровень жизни настолько низкий, если бы, конечно, была хорошая, даже была бы хорошая пенсия, я считаю, что если человек, допустим, 65 лет, он изучает иностранные языки, он читает научные статьи, у него широкие интересы, если он, допустим, занят в творческом, находится в творческом процессе по работе или там по какой-то другой деятельности, если он увлечен работой, у него мозг даже вот в возрасте Джо Пайдена, там 79 лет, он может быть на уровне 45-50-летнего, если человек, допустим, уходит рано на пенсию, ну, к примеру, в 60 лет, если у него исчезают стимулы, стимулы, мотивация, если у него нет интереса к саморазвитию, идет угасание, я считаю, очень быстро, поэтому, конечно, одним из самых важных моментов, это чтобы интересы человека были довольно широкие, вот как японцы, они там уходят на пенсию, они начинают ездить по всему миру, они едут в Индию, в Китай, в Тибет, они заходят там на горы, но вот эти, я причем в Японии был 6 раз за последние несколько лет, и даже на языке на японском разговорном неплохо общаюсь, я могу сказать, что 80 лет, они в замечательном состоянии, 90 лет с ними можно говорить на отличенную тему. Потому что они активные, да? Да. А последнее, наверное... Нет, у меня еще вопрос, потом будет. Да, да, еще такой вопрос, он связан с алкоголем. Опять же, есть версии, что вот люди, которые пьют, да, они неподвержны деменции. Ну, есть тут разные на этот счет мнения, вообще самые разные. Вот что вы скажете этим людям, тем, кто там употребляет алкоголь, и думает, что таким образом спасется от деменции, или наоборот, те, кто не употребляет алкоголь, и тоже думает, что таким образом спасутся от деменции. Что вы всем этим несчастным людям скажете? Ну, чтобы не обижать производителей и маркетологов алкоголя, у меня есть знакомые, которые этим занимаются. Я могу сказать, что вот в моей клинике есть темнопольный микроскоп и есть капилляроскоп. И я сотни случаев наблюдал у людей, что мои пациенты, я беру капельку крови, на темнопольном микроскопе вывожу на большой телевизор и смотрю, у них все эритроциты отдельные, кругленькие. Человек выпивает два бокала вина, или, не дай бог, какой-то праздник, он больше выпивает. У него в течение 10 дней мембраны всех эритроцитов, они становятся как иголки. Эритроциты слипаются, а слипание эритроцитов, так называемые монетные столбики, они просто через мелкие капилляры, они даже пройти не могут. То есть все капиллярное нарушение, капиллярное кровообращение, оно рушится. Соответственно, если это происходит часто, я много раз слышал, что вино, оно очищает сосуды, могу сказать, тут стопроцентно, это неправда. Я сам алкоголь никогда в жизни не употреблял, всегда категорично против, потому что до 10-15 дней клетки крови, их функции нарушаются, и проходимость через сосуды нарушается. А что до других волшебных продуктов, вспоминая маркетологов, кофе, чай, кефир, йогурт, что поможет основить деменцию, вот волшебные такие вот продукты, пришел в супермаркет, купил, и живешь до 100 лет в здравом уме, светлой памяти? Я считаю, это дело не продуктов. Это чтобы не было деменции. Но, во-первых, если нет вот этих патологических, хронических заболеваний, это образ жизни. Если, как мы говорили, интеллект активно работает, если человек интересуется продлением жизни, ну, допустим, взять вот просто обычного бальзама, есть такая процедура капилляротерапия и натирание бальзамами. Вот одна такая процедура капилляротерапии, она длится где-то час, она состояние сосудов увеличивает сразу резко, ну, скажем, от слепания ретроцитов до идеального состояния. Ну, то есть активность Байдена на посту президента может продлить ему жизнь, правильно, здорово? Я думаю, что улучшит, у него будет мотивация, его врачи, его команда будет над ним работать. Но я бы, честно говоря, предпочел бы Дональд Трампа, именно у него видно, да, какой творческий подход, у него больше жизненная инерция. Если Байден не победит, то, видимо, ждем некролога. Да, у него, не некролога, конечно, у него для его возраста замечательное состояние, я считаю, но мотивация у него снизится и уровень жизненной энергии, я думаю, очень-очень сильный. У меня еще есть вопрос. Вы, конечно, опровергли высказывание Виктора Степановича Черномутрина о том, что вино укрепляет здоровье, а здоровье нам нужно, чтобы пить водку. Но вопрос другой. Вот продолжительность жизни россиян по сравнению с Европой, особенно с Японией, не так высока, как нам бы хотелось. Вот в чем основная проблема? Идем ли мы правильным путем для увеличения продолжительности жизни в нашей стране? Во-первых, у нас очень есть уровень жизни. Если люди в Сибири получают 10-15 тысяч в месяц нормально, а пенсия у них 8 тысяч, что очень сложно, даже на уровне нервной системы, гормональной системы, очень сложно быть умиротворенным, ну, по сравнению, допустим, с японским жителем, или жителем Гонконга, или, допустим, Франции, Италии, там средняя продолжительность, там уже за 83-84 года, у нас мужчина в среднем, он живет 69 лет. Из-за низкого уровня жизни, из-за где-то, особенно периферии, такое внимание к алкогольным напиткам и пропаганда, где-то снижена мотивация, сама по себе идеологическая система, тоже на, считаю, низком уровне. То есть у людей, ко мне с утра до вечера приходят пациенты, нет мотивации долго жить. В то время как у того же француза, у него интерес, потому что у него есть деньги на жизнь, он может какое-то время просто понаслаждаться жизнью или творчеством, как, допустим, японцы. Последний вопрос. Вот скажите, рост продолжительности жизни во всем мире приводит к тому, что политики во всем мире, не только в США, занимают посты уже будучи в возрасте. Это разве не угроза для такой стабильности в мире? Ведь однажды условный какой-нибудь, ну, не Байден, бог с ним, кто угодно, во главе страны, ну, реально, ну, тронется умом. Такое же мы много раз видели, да, и мы видели, когда это просто, да, ну, какие-то граждане, да, их деменция, да, посещала или еще что-то. Но не возрастает ли риск проблем таких вот мировых, связанных с тем, что посты занимают очень пожилые люди? Обычно там у этих людей целая команда врачей, и можно предвидеть, я как бы, ну, вообще простой врач-геронтолог, и я обычно всегда смотрю потенциально, какая будет у человека проблема. То есть можно на 5, на 10 лет, на 15, даже прогнозировать, какие проблемы будут у человека, деменция, она просто не может возникнуть. Если у человека, допустим, сахарный диабет первого типа, у него гипертонические окризы, конечно, нельзя ни в коем случае. Или человек, допустим, перенес онкологию, и, ну, после этого лучше, конечно, на высоте пост его не нужно. Если 25 лет мы отследили карту, и у него состояние хорошее, человек прошел полное обследование, состояние хорошее, и какой-то грамотный врач смог бы прогнозировать, прогнозировать на 10-15 лет, потому что я в каждую диагностику этот момент ставлю, не может деменция возникнуть, допустим, в течение там короткого времени. Всегда есть история. То есть вся надежда на наблюдающих врачей, наблюдающих за политиками врачей? Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего вам хорошего. И здоровья. Все. Да, вам тоже все хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.